всем привет youtube привет вот тоже самое крыло учебно-тренировочная с прошлого раза я это все распрямил насколько возможно было занимались клеем теперь в это же самое место бабах ним тем же самым молотком вот и то же самое сделаем вот они у нас парочку есть отверстий для того чтобы работать крючками вот и все то же самое будем делать крючками здесь от видно ребрышка не до забита здесь надо было бы еще чуть-чуть приподнять маленькая вот она один к осталось здесь тоже немножко неспокойно но до фанатизма мы не будем доходить тренировки важно так сказать уметь работать понимать принципы контролировать процесс выправления вмятин я считаю вот берем тот же самый молоток бьем в то же самое место и будем уже на этот раз делать крючками которые будут подходить нам ну что поехали вот он наш учебно-тренировочный молоток который нам помогает делать берем туда же по по тому же месту бабах такой же красивый залом у нас и получился вот и теперь мы все это будем стараться выправить при помощи крючков ну что поехали начинаем тренировку тот же самый залом у нас опять же вот обострился будем работать буду периодически прогревать тут феном для того чтобы краска не треснула у нас это раз вот такой наконечник обрезиновый это молоточек сам пробойничек и такой молоточек вот основной инструмент с которым придется работать ну и плюс крючочки поехали начинаем тренироваться что вот здесь надо обстучать вот этот край то же самое сделать его вот этот край более пологен так сказать разбить одновременно слегка пробивать поднимать и здесь тоже самое края будем вот эти вот слегка делать и так ямка довольно плавная получилось пробивать и поднимать начинаем как я уже говорил начинаем обстукивать мягкой обрезиненным молоточком вот этот край так и Конечно, выстучать его не получится. Почему? Если я его начну забивать, здесь напряжение дальше не пойдет. А вот эту вот вмятину получится, что мы углубляем. Поэтому проходим вот здесь. Слеганца. Вот это самое, как говорится, проблемное место и будет в ремонте. Потому что тут такое ребро образовалось, как пузо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, теперь можно взять крючочек и аккуратно начать приподнимать вот эти места. К сожалению, снимать, держать одной рукой, смотреть, прицеливаться и работать и снимать у меня не получается. Такой возможности нет. Поэтому буду показывать эпизодические результаты, которые у меня получаются. Пользуюсь я вот таким вот крючочком. Немножко хитрым, непрямым, потому что тут надо подвозить вот сюда. Подмятина. Как мы видим, уже прослаблен был металл. И потихонечку все это поднимается. Значит, опять же, повторюсь, я никого, ничему не учу, я просто показываю, как я тренируюсь. Потому что ребята задают вопросы. Как, чего вы добились, достигли. Да, все очень просто, ребят. Берешь и так железку, колотишь ее, выпрямляешь, колотишь, выпрямляешь. И учишься на своих собственных ошибках. Вот. Теперь опять же, немножко надо подразбить здесь края, здесь чуть растянуть. И вот этот залом, который у нас здесь все равно присутствует. Вот он, хорошо виден от него. Вот она тень. Вот. То же самое. По чуть-чуть плавно разбиваем и все это распрямляем. Как вы видите, ничего тут нету. Никаких грибков, ничего. Вот. Все это. Вон, и полы чистые. Все клеевое отсутствует. То есть, мы работаем только крючками, пробойником. Вот. Но никак не клеем. Постараюсь немножко снять. Вот теперь уже. Более грязная работа пошла. Здесь я бью вот таким металлическим уже наконечником. Потому что резиновый, он на ребре не очень эффективный. И как мы видим, наша вмятина даже немножко упала. Почему? Потому что здесь было ребро, вот так домиком металл стоял. Я его сглаживаю в сторону вмятины. И вмятина наша разгружается. Наш залом плавненько распрямляется. Ну, вот что получилось. Уже у нас вот здесь такое ребро есть. Но оно не такое явное. Вот. Чуть-чуть его разбил. Опять же, здесь то же самое. Понемножку пройдемся. Пройдемся. Как бы подразгладим края. Чуть-чуть напряжение я снял. Тут еще надо подпробить. Вот. Опять берем крючочек и потихонечку, помаленечку берем, поднимаем. Все это дело. Опять же, повторюсь, снимать одной рукой и работать не получается. Либо не попадает фокус. Я куда-нибудь буду, вон туда снимать. Вот не то, что надо. Либо не буду видеть сам, что я делаю. Так что, сорри. Вот, что у нас осталось. Умятина вот. Здесь небольшой проходик и умятина вот здесь. Вот так потихонечку выдавливая крючком и пробиваем и потихоньку выравниваем. Здесь у нас тоже как бы проблемки, но они не связаны. Это вся деталь побитая, мы на них не обращаем внимания. Обращаю внимание только вот на вот эту часть. Как видно, потихоньку, помаленьку все это делается спокойно крючками. Еще раз повторюсь. У меня тут нигде ничего нету. Я не собираюсь делать это клеем. Буду делать только крючками. Взял полировальничек, немножко полирнул. Так, чтобы было хорошо видно. Вот, линия еще чуть играет. Но тут вопрос, опять же, скажу, не до фанатизма. Вот, по сравнению с тем, что было и что стало, это земля и небо. И главный принцип тут научиться работать со светом, с пробойником и с крючком. Вот, вот эти все маленькие пожеванности, на них я как бы сейчас не обращаю внимания. На них надо обращать внимание, когда занимаешься уже на машине непосредственно. А так, наскоряк, так сказать, определять. Да, тут еще можно доработать. Вот, мятинка, вот она видна. Вот, но факт тот, что я-то ее уже вижу, я ее замечаю. Вот, и ее следовало бы доработать. Но на грубую это уже, как говорится, пойдет. Вот, видно, линия играет. Тут еще ямки. Вот, и мы это видим, мы это понимаем. Ну, а в принципе, в принципе, вот так это бы выглядело на улице. Сейчас открою ворота и все будет видно. То есть, для тренировки это пойдет. Но для работы, для того, чтобы, как говорится, сдать клиенту, это еще нуждается в чистке, в доработке. И тут еще, возможно, и не один час можно проковыряться с этим местом. Сейчас покажу на улице. Вот мы видим, что... Это еще не на улице, это деталь в гараже. Просто я отраженку показываю. Вот. Для тренировки этого вполне достаточно. Вот. Есть смысл вот так по чуть-чуть каждый день тренерячиться. И заодно вот на финише мы видим свои ошибки. Мы видим, как надо было, как не надо было. Вот. В принципе, мы же тут не ставим вопрос в том, чтобы доколебаться до чего-то. Все мы знаем, что можно и до столба доколебаться. Принцип такой. Просто-напросто делать дефекты. Вот. Ударили молотком. Был огромный залом со складками. Теперь его нет. Вот. И чем больше мы будем упражняться в таких упражнениях, тем лучше они у нас будут получаться. Но со временем деталь вот такая, она тут после аварии была, ее решили выкинуть. Вот. Становится вся зажеванная-пожеванная. Уже там трудно определить, так ты не так сделал. Тем более, что на этом месте уже я раз двадцать бил, ломал и выправлял. Естественно, тут все пожеванное. Вот. А так еще раз покажу. Вот, пожалуйста. Особо в глаза оно не бросается. Хотя в лампе, вот еще раз мы посмотрим. Вот. Дефекты мы все видим. И это хорошо. То есть, из этого надо делать выводы. Что вот тут доработать надо. Вот тут, тут пробить, тут поднять. Все. И вот так в каждодневных тренировках мы добиваемся определенных успехов. Улучшения качества ремонта. Улучшения видения дефекта. Вот. Учимся читать вмятину. Как ее выправлять. С чего начинать. Чем заканчивать. И так далее. Вот в чем, так сказать, цель этих всех тренировочек. Пока что на этом все. Вот. Два видео я выложил. Ребята просили. Покажите, расскажите, как вы тренируетесь. Вот так я тренируюсь. Не на кошках, а на крыльях. И потихоньку, потихоньку, потихоньку учимся на своих ошибках. Но это лучше делать на вот таких вот деталях. Нежели взяться и не сделать. Все. Всем спасибо. Пока-пока. До новых встреч. Задавайте свои вопросы. Смогу, отвечу. Не смогу, честно скажу, что не знаю или не умею. Такой же красивый залом у нас и получился. Вот. И теперь мы все это будем стараться выправить при помощи крючков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова